Всем привет! Меня зовут Ольга Ермилова. Стала получать такие страшные комментарии. О боже мой, как она едет за рулем! Надо быть очень внимательной. Я на самом деле очень внимательно отношусь к тому, что за рулем. Вот в данный момент даже не я сама снимаю, и не переживайте, я смотрю на дорогу. Просто я такой очень многозадачный человек. И вот ехать так мне гораздо менее опасно, нежели ехать и еще в это время отвечать на e-mail. Вот, поэтому можете за меня не переживать. Я просто очень многофункциональный человек. И сегодня мне хотелось бы поднять достаточно важную тему. Я думаю, что вам будет над чем подумать. Собственно, пойдет речь о том, что каждый из нас стремится произвести впечатление. Впечатление на других людей. И порой мы настолько сильно погружаемся в свою какую-то выдуманную жизнь, не в ту, ну, становимся тем человеком, которым бы нам хотелось быть, что забываем, что это не так, и на самом деле мы совершенно не этот человек. О чем идет речь? Мы очень часто транслируем, что у нас зашибись все как круто, все прямо так замечательно, все очень хорошо. Вот, я очень востребован, у меня очень такой насыщенный эмоциональный день, эмоциональная жизнь. Но при этом на деле ничего подобного у нас нет. То есть мы такую, как бы занимаем позицию деловитости, да, созданного какого-то такого вот искусственно, своего такого загруженного графика. Вот, ну, так, чтобы все, кто смотрели наши посты, а сегодня социальные сети, конечно же, позволяют заглянуть в чужую жизнь, так, чтобы на всех произвести такое неизгладимое впечатление, чтобы все сидели такие, грызли локти, типа, ах, как же так, вот у них так все хорошо, наверное. И вот, знаете, хотелось бы сегодня, чтобы мы с вами подумали над тем, что, конечно, мы можем и дальше продолжать рассказывать о себе такие интересные истории, небылицы, и, может быть, в какой-то мере степени это и не есть плохо. Но очень важно хотя бы перестать врать самим себе и реально понимать, где я сегодня нахожусь, то есть где сегодня мое реальное место. Потому что именно тогда, когда вы понимаете, что у вас есть сегодня, вы можете что-то прогнозировать и что-то делать. А когда вы себе рассказываете, что у меня уже и так все зашибись, хотя на самом деле это неправда, то, соответственно, нет никакой мотивации двигаться. И получается такой разрыв мышления, потому что, ну, с одной стороны, у вас ничего нету, но вы ведь себе рассказали, что у вас все есть, и как-то странно тогда. Я себя, типа, чувствую как успешный, а у меня ничего нету как успешного. Я всем рассказываю, что у меня очень круто, а при этом я снимаю маленькую голимую квартирку, вот, и как бы не могу себе позволить пойти в ресторан. А если я смотрю на платье, которое мне нравится аж за 500 долларов, прям вообще несусветная цифра, то как бы я тоже себе не могу ничего позволить. Вот, я думаю, что многие из вас сейчас прекрасно поняли, что то, что я говорю, касается именно вас. Поэтому просто подумайте над этим. И, возможно, вы захотите все-таки вернуться на землю хотя бы для самого себя, и вместо того, чтобы постить о том, как у вас все охрененно в жизни, вы займетесь своей жизнью и сделаете так, чтобы это было на самом деле. Нет ничего плохого в том, что вы транслируете классное, хорошее. Это прекрасно. Я лично, например, ничего не вижу в этом плохого, хотя многие говорят, когда у тебя все круто, тебе не нужно это транслировать. Ну, здесь все зависит от человека, да. Кому-то не нужно, а кому-то хочется, вот, кому-то нравится. Мне, например, хочется и нравится. Но при этом я не забываю двигаться, при этом все, собственно, то, что я транслирую, является правдой. И вот в этом есть большая разница. Поэтому вам удачи, впереди авария, поэтому я буду ехать аккуратно. Пока.